Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курортианапа. Зовут меня Юрий Азаровский. И сегодня мы будем с вами распаковывать посылочку для наших дорогих солдат из Питера от Ольги. Давайте вместе с вами посмотрим, что здесь есть. Посылка была доставлена через ДЭК. Это, наверное, лучший вариант. Потому что Кит вообще как-то доставил посылки. Не могу понять, что с ними. Потому что там посылки не для общего, а именно личные солдаты. Там их распаковывать мы не будем с вами. И в ужасном состоянии. Плюс по времени задержка. Плюс не пошли на уступки. Плюс я приехал забирать посылку. И пришлось где-то минут 15 ждать, пока просто мимо меня ходили. Можно, можно. То есть не обращая внимания. В общем, безобразная работа Кита в Анапе. Причем отзывы моих подписчиков говорят о том, что это на постоянной основе у них происходит. У нас две посылки. Одна 15 килограмм. Одна 11 килограмм. Начнем мы с маленькой, чтобы было поудобнее. И что мы видим? Здесь у нас консервы. Консервы причем разнообразные. Кречка с беконом. Каша. Говядина тушеная. От русском. Состав. Говядина жир, лук, соль, пищевая, лавровый лист, перец черный. Пищевая цена. Все. Когда читаешь такой состав, понимаешь, что уже будет очень хорошая тушеночка. Потому что если нету ничего левого, классно. Конаковские колбасы. Говядина тушеная. Высший сорт. Состав. Говядина жир, говяжий, соль, пищевая, лук, лавровый лист, перец черный. Больше ничего там не должно быть. Потому что когда там добавляют что-то еще, становится не по себе. Это такая же консерва. Суп харчо с мясом. Русском. Вот такой вот. Речневая с беконом. Кашка. Суп гороховый с мясом. Классно. То есть можно открыть, подогреть на огне, костре и употреблять. Говядина. Такую я уже читал. Рис с беконом. Харчо еще один. Еще одна говядина. Рогачев. Молоко сгущенное. Рис с беконом. Суп харчо. Суп харчо. Суп гороховый. Часто люди задают вопрос, Юра, что отправлять солдатам. Вот консервы это одно из лучших наименований. Потому что они хранятся долго. Тушеночка. Еще одно рыбачево сгущенка. И не создают как бы проблем в борьбе с теми же самыми мышами. Потому что солдаты постоянно об этом говорят. На перегонке едят всякие разные сладости. Потому что пакет легко прогрязается. А такие вещи кормят очень много людей. И будут храниться так же долго. Еще тушенка. Рогачев сгущеночка. Суп гороховый. Что вот этот ставился суп так хорошо. Гороховый не очень. Каша. Гречка. Еще один суп гороховый. Суп харчо. Гречка с беконом. Рис с беконом еще. Три. Итого. Такой вот набор консерв. Которым очень будут рады наши дорогие солдаты. Отставляем в сторону. Еще одна коробочка. Она немножко помялась. Но виноват не с дек. А большей степени я. Потому что эту поставил сверху. На эту. А там немножко пусто оказалось. Но будем надеяться. Что все что надо было. Дошло в целости и сохранности. Большая коробка. Пакеты перевернутые. У нас здесь есть письмо. Письмо. Уважаемый Юрий. Эту посылку мы собрались моей тете Мариной Юрьевной Грековой. Она бывшая операционная медсестра. И не понаслышке знает военные условия. Так как принимала участие в событиях 1968 года в Чехословакии. Она тоже захотела помочь нашим ребятам в их нелегкой службе. Посылка отправлена через юридическое лицо. Так как это фирма моего зятя и его брата. Они оплатили через фирму отправку этой посылки. Надеюсь вы распределите содержимое по потребностям ребят. С уважением Ольга Алешина. Ранее вы забирали посылку из Витязева от меня. Да там были носочки. Передавали через Джаника. Так что спасибо вам большое за очередную посылку. И всем людям которые принимали участие в ее сборе и отправке. Мыло DAF. Батарейки. 15 штук. Арифлэм тоже там мыло. Чай Ричард. Станки для бритья. Dream Nature. Шампунь. Еще мыло DAF. Гель для душа. Гель для душа с экстрактом водорослей. Наше анапское морское. Видите добавляют экстракты. А у нас многие говорят что водоросли это плохо. Еще станки. Отдельно распакуем. Глянем. Гемостатическая губка коллагеновая. Слушайте прям целый набор. Ее здесь. То о чем говорят что должно быть в каждой аптечке бойца. Ричард. Один чай. Три в одном. Чистая линия. Шампунь. Гель. Два таких. Пакет перевязочный. Медицинские индивидуальные стерины для одноразового использования. О какой набор. Их тут много. Так еще батареи. Еще батареи маленькие. Мыло. Нитки. Иголки. И булавки. Сахар. Чуть-чуть помялся. Дексанал. Кофе. Три в одном. Еще один дексанал. А тут много дексаналов. Шоколадка. Немножко подмялась. Еще сахар. Уголь активированный. Тоже еще один уголь. Снова в пакетике. Я так понимаю повыпадал. Здесь дексанал. Уголь активированный. И хлор гексидина биглюконат. Несколько бакончиков. Это набор шоколадок. Сладости разнообразные. Даже распаковывать не буду. Просто шоколадочки. Носочки. Довольно-таки большие. Тепленькие. Причем у меня разные что-то цветов. И приятный на ощупь. Вот такой вот пакет. Еще прохладно. И я думаю солдатам они пригодятся. Дорогая Ольга и все кто причастен к этой посылке. Я вас искренне благодарю. Спасибо большое за то что вы наших солдат поддерживаете. Мы это обязательно все отвезем. Передадим. Машины уже у нас на стадии вот-вот готовы. Вчера Максим говорит двигатель собрал. Что-то не запускается. Говорит бензин плохой. Сегодня я думаю от него получу уже известие о том что машина завелась. По ходовке ее подремонтируем. И она у нас поедет на Запорожье. В скором времени будет выезд. Спасибо вам всем огромное за поддержку наших солдат. Всем чем вы только можете. От души всех крепко обнимаю дорогие друзья. Ну а диванным критикам привет огромный. У нас вчера не стало нашего дорогого друга Михаила. Который несмотря на свое тяжелое заболевание. Не сидел как вы на диване. Не критиковал кого-то. Наоборот даже за меня в комментариях в телеграм заступался. Когда писали какие-либо там вопросы гадости и так далее. Миша ты всегда будешь жив для меня и всегда буду помнить твою улыбку. Я об этом еще чуть больше скажу в других видео. Царство небесное от души спасибо тебе дорогой что ты был с нами. Все кто помогает. Ребят вы герои тыла. Спасибо вам огромное за это. Друзья попрошу распространяйте видео. Чем больше людей знают о том что у нас люди помогают. Еще не обязательно через меня. Есть много других фондов. Есть много людей кто этим занимается. Благодаря тому что мы съездили показали наши первые видео. Вышли в топ и привлекли огромное количество неравнодушных граждан нашей страны. И не только помогать нашим дорогим солдатам. И сейчас это все работает на больших порах. И наши солдаты все меньше и меньше в чем-то нуждаются. Но какие-то радости когда ты приезжаешь приводишь им ништяки. Это их более мотивирует. Всем пока пока. Подписывайтесь на канал и делайте репосты.